Калининград Героиновая клумба. Калининградская пенсионерка торговала героином и прятала наркотики в цветниках. Калининградские экстремалы ничего не боятся и работают без страховки. Что еще удивило сегодня в социальных сетях Павла Ярковича. О том, что еще интересного произошло в Калининграде и области в пятницу 27 мая расскажем далее. Здравствуйте, в эфире Первого городского служба новостей город в студии Вероника Сухачева. И главной теме. Калининградцы рискуют остаться без продуктов. Продавцы центрального рынка грозятся уйти со своих мест. Первая причина, что приходит на ум – санкции. Но оказалось, что во всем виновата пешеходная зона. Власти по-прежнему мечтают превратить улицу Баранова в место для прогулок. Почему пешеходы и предприниматели не могут ужиться в одном месте и от кого стоит ждать помощи в разрешении конфликта, узнавал мой коллега Кирилл Попов. Партнер рубрики «Тема дня» – магазин распродаж «Вот это да!» Наше все количество народов работает предприниматель на рынке и просто всех блага не дать. Так скажем, отправиться, высвоиться. Предприниматели со всех сторон обступили их правозащитника из Москвы Бориса Дитова. Общее количество пострадавших от пешеходной зоны они боятся даже подсчитать. Ведь под снос пойдут более сотни палаток. Если наши городские власти не предпримут ничего хорошего, то я так думаю, что от рынка ничего не останется. Это на улице останется более трех тысяч людей, которые работают на рынке. А все-таки у нас на центральном рынке работает персонал, так скажем, от сорока и выше. И таких здесь можно встретить на каждом шагу. Спиннинги, крючки, поплавки. За покупками в этот павильон съезжаются рыбаки со всей области, хвастается продавец Александр. Мужчина трудится на этом месте уже 25 лет и вспоминает – борьба за центр началась еще тогда. Только вот почему за счастье одних спокойно прогуливаться по этой территории должен расплачиваться он и его коллеги. Всегда хочется нас отправить куда-нибудь подальше, а центральную часть города присвоить себе. Вот здесь каждую палатку обслуживают примерно 5 человек. Это где-то 15 человек кормятся с каждой палатки. Вот надо умножить на 100 и в принципе сопоставить с количеством тех туристов, которые здесь будут иногда прогуливаться и подумать, надо оно вообще нам, продавцам, или не надо. Ни снастей для ловли, ни самой рыбы, ни даже мяса – все это в скором времени может оказаться в дефиците. Вместе с павильонами пропадет и налаженная логистика. Подъезды к торговым точкам на будущей пешеходной зоне не предусмотрены. У нас это вообще и так очень интересно, если поговорить с доставкой, с логистикой. Но если перекроют улицу Баранова, все, я, скорее всего, буду отсюда. Специально приехавший выслушать жалобы и претензии московский чиновник все записывал и небезучастно смотрел на предпринимателей. Однако выводов и конкретных предложений пока не сделал. Но забрал с собой целую кипу заявлений от калининградцев. А на рынке тем временем уже представили проект «Почему пешеходная зона и самим горожанам будет не в радость». Улицу Баранова разделили на 90 участков по 10 метров. В красном обозначены проблемные зоны, там, где у пешехода возникнет затруднение при движении. Ну вот, например, если идти от Площади Победы, то есть снизу вверх, первое препятствие сразу напротив КГТУ. Там и торговый центр, и парковка. Далее перекресток Бараново-Горького. Ну а дальше пошел рынок. Опять же, парковки, загрузки. В общей сложности протяженность пешеходной зоны без преград получается 370 метров, тогда как вся улица 900. При этом других подъездных путей к рынку и торговым центрам нет. Ширина всей улицы от здания до здания сейчас составляет 25 метров, чего, по мнению властей, вполне достаточно, чтобы уместить здесь и пешеходную зону, и трехполосную дорогу, которая, кстати, будет составлять 9 метров. Цель и качество этой прогулки вызывает большое сомнение, потому что по сторонам мы видим задворки торговых центров, задворки рынков, непонятные личности, которые помогают завозить товар или просто бродят в целях каких-то приключений. В целом, само дорожное полотно и место, оно не расположено для проведения какого-то досуга. Из-за такого сомнительного удовольствия могут пострадать все, продолжает директор рынка. Чего стоят одни светофоры на перекрестках? Время, отведенное для пешеходов, придется увеличить минимум в два раза. Горького и Черняховского встанут в пробках. Нужно ли 40-50 тысячам человек, которые приезжают на рынок сегодня, ежедневно, не иметь парковочных мест в данной ситуации. Ведь когда будет реконструироваться промтоварный час, это еще два года. Потом продовольственный час, еще три года или четыре. А все это время, как ходить на рынок? Сейчас выход из ситуации противники Калининградского Арбата видят в переносе пешеходной зоны за рынок в сквит. Кирилл Попов и Михаил Эльбаум. Служба новостей. Город. Тем временем реконструкцию злосчастного дома номер 70 на Московском проспекте перенесли на 2019 год, а здание продолжает рушиться на глазах местных жителей. Напомним, жильцы дома забили тревогу, когда и без того поврежденное землетрясением здание покрылось трещинами при строительстве второй эстакады. 27 мая в мэрии Калининграда прошла встреча возмущенных горожан с чиновниками. Компромиссу стороны прийти так и не смогли. Власти отказались переносить дату ремонта на более ранний срок, переселять жильцов в новые квартиры или же платить компенсацию. Сидим, ждем. Ждем. Год, два, три. Теперь сроки перенесли на четыре года вперед. Ну вот сами посудите, что через четыре года будет дом, который не отапливается, 12-этажный. Там уже у людей потрескались трубы, там плесень пошла, это прошел год. Что через четыре года восстанавливать будет нечего. Напомним, дом был призван аварийным еще в июле 2015 года. Тогда зафиксировали крен здания в 40 сантиметров. После этого 160 жителей расселили в социальное жилье. А реконструкцию наметили на 2017 год. Жильцы связывают начавшиеся разрушения со стройкой нового футбольного стадиона и набережной Трибуца. Купить билет на пригородный поезд станет проще. На восьми станциях Калининградской железной дороги появились терминалы самообслуживания. С новой системой купить проездной можно за семь дней до поездки. Какие еще изменения ждут калининградцев, узнаем из нашей постоянной рубрики «Короткой строкой». Партнер рубрики «Короткой строкой» группа компании «Ваш ломбард». Опасное вождение на Ленинском проспекте не останется незамеченным. Автоинспекторы установили новые видеокамеры на эстакадном мосту. Всего за прошедшие 4 месяца с помощью автослежки было выписано почти 65 тысяч штрафов. Остановка запрещена на выезде из Селеноградска до пропускного пункта в парк «Бужская коса». Появятся дорожные знаки «Работает эвакуатор» и фото-видеоконтроль. Машины будут увозить круглосуточно. Забрать свое авто можно будет только со штрафстоянки. Студенты БФУ имени Канта собирают помощь для детей интерната «Аистенок». Для этого около учебных корпусов по улицам Университетской, Чернышевского и Невского появились контейнеры для приемки одежды и обуви. Все вещи отправятся прямым рейсом воспитанникам Полесского детдома. Читаем вслух и выигрываем поездку в Москву. 5 июня Калининград впервые примет чемпионат России «Открой рот». Задача участников – прочесть новые для них отрывки из книг, а у жюри – оценить мастерство и артистизм. Победитель представит свой город в столице, где пройдет и финал конкурса. Ко дню защиты детей первый городской телеканал представляет акцию. Если б я был президентом, что б я сделала для детей? Напишите сочинение на эту тему и принесите его по адресу улица Дмитрия Тонского, 42. Автор лучшей работы получит сертификат на 20 тысяч рублей от сети спортивных магазинов «Чемпион». Участниками акции могут стать все желающие возрасти от 7 до 13 лет. Итоги подведем 1 июня. Партнер акции – магазин «Рудит». Все для развития вашего ребенка. Партнер рубрики короткой строкой – группа компании «Ваш ломбард». Иностранец, влюбленный в Россию. В Калининграде проходят съемки кулинарного телешоу «Поедем, поедим» с участием известного ведущего Джона Уоррена. Он больше 30 лет изучает русский язык, а в нашей стране живет полжизни. Телеведущий называет себя нетипичным англичанином и больше всего на свете любит блинчики и винегрет. Это уже не первый раз, поэтому нету вот этого «вау-вау-вау-вау». Уоррен признается, в Калининграде он не впервые. В последний раз он приезжал в наш город зимой три года назад. Тогда неутомимый британец побывал в подземном бункере, попытался отыскать янтарную комнату и рассказал телезрителям о танцующем лесе. После очень плотного ужина. В прошлый приезд Джон удивил всю страну кёнигсбергскими хлопцами. Кулинарный сюрприз для своих телезрителей он готовит и в этот раз. Ни калининградская кухня, скажем так, ни к кёнигсбергская. Интересное, интересное блюдо, но я не скажу, что это что-то, как какой-то там это, ну, может быть, на калининградский лад кусочек судака мы положили сверху. К слову, у Джона был большой соблазн искупаться в Балтийском море, но он так и не рискнул, чтобы не сорвать съемки. О том, что снимают в Калининграде в этот раз, ведущий упорно скрывает. Вы смотрите «Служба новостей город» и мы продолжаем. Обокрала аптеку. Фармацевт похитила из кассы почти 700 тысяч рублей. Когда клиенты оставляли кассовый чек, мошенница оформляла их покупки по безналичному расчету, а наличные деньги забирала себе. Обман раскрыли банковские работники. Преступницу ждет до шести лет лишения свободы. Поэтому сотрудники полиции настоятельно просят горожан забирать чеки с собой. Эфир продолжит криминальная рубрика «Место происшествия». Партнер рубрики «Место происшествия» Центр продажи и обмена автомобилей «Автобиография». Не услышал последний звонок. Стали известны подробности трагедии в Знаменске, которая шокировала всю область. Напомним, 25 мая 12-летнего подростка по дороге в школу сбил поезд. По одной из версий, он стоял прямо на рельсах в наушниках и смотрел на состав, идущий по параллельному пути. Поэтому и не заметил локомотив. Однако в следственном комитете сообщили, что у мальчика не было ни наушников, ни телефона. Также в полиции рассказали, что жители Знаменска проделали дыру в ограждении в неположенном месте. Местные администрации выдвинули требования устранить нарушение. 20 лет тюрьмы и крупный штраф. Такое наказание ждет пенсионерку за торговлю героином. По данным полиции, пожилая женщина приготовила для продажи полтора килограмма наркотика. Часть она положила в пластиковое ведро и закопала в клумбе. Еще 38 свертков обвиняемая спрятала в другом цветнике. Пенсионерка заявила полиции, что тайник с героином принадлежит ее покойной матери. В поселке Комсомольске Гвардейского района ночью горел жилой дом. На место сразу приехали пожарные и полиция. По предварительной информации, жертв нет. Сейчас обстоятельства происшествия выясняются. Полиция и родственники разыскивают 34-летнего жителя Гусева, Климова Алексея Сергеевича. В январе этого года мужчину доставили в районную больницу, а после в одно из калининградских медицинских учреждений. С тех пор о нем ничего не известно. Мужчина худощавого телосложения. Рост 180-185 сантиметров. Волосы темно-русые и короткие. Глаза серые. Слева на груди татуировка в виде группы крови, а на колени правой ноги в виде головы. Если вам что-либо известно о его местоположении, просьба сообщить по телефону, который вы видите на экранах. Марк Шкода, Нина Чешкова. Место происшествия. И в продолжение безопасной темы. Светофор по последнему слову техники. Модного регулировщика установили на перекрестке улиц Нарская и Зеленая. Перекресток между улицами Нарская и Зеленая считается одним из самых опасных в нашем городе. Так буквально на днях под машину попал очередной местный житель. Рядом находятся школы номер 33 и 38. Индикатор призван обезопасить детей и других жителей микрорайона Сельма. Моргающий желтый огонь позволит привлечь внимание водителей и при приближении к пешеходному переходу быть предельно внимательными, снизить скорость и в избежании наезда. Предупреждающие лампы потребляют только солнечную энергию. Они полностью автономны и не требуют подключения к городской сети. При этом пешеходный переход может работать без подзарядки до 10 суток. Впервые такие пешеходные переходы появились во время Олимпийских игр в Сочи. На Куржской косе поселились викинги. Музей под открытым небом. Древняя Самбия облюбовали первые жильцы. Ровно как и тысячу лет назад здесь обрабатывают металл, стреляют из лука и путешествуют по заливу на корабле-драконе. В общем, полное погружение в эпоху Средневековья хвастаются сотрудники национального парка. И добавляют, понравятся даже тем, кто совсем далек от истории. Ведь все это специальная интерактивная выставка для туристов. Какие они викинги 21 века? Наша съемочная группа одной из первых поприветствовала скандинавских гостей. Сейчас я вам расскажу, как на Куржской косе викинги появились. Гуляли мы с девочками по лесу, да травы собирали. И вдруг видим, плывут корабли. Испугались мы, что за корабли такие. Спрятались в лес и стали наблюдать. Остановились корабли и вышли викинги на берег. Да вот с такой вот рыбой! А рыбу такую не видели мы никогда. Жена главного викинга на деревне, прусачка Аурелия, она же Юлия Шигаева, приветливо встречает гостей. Ее легенда о появлении на Куржской косе викингов чистейшей воды выдумка. Да и сама девушка приехала со своей командой из Казани. Но сказки здесь умело переплетаются с реальностью. Начнем с того, что викинги здесь действительно жили. Поэтому их постройки и быт воссозданы с максимальной точностью. А сейчас мы пройдем в наше жилище Лангихуз. Сейчас мы с вами находимся в Лангихусе. В переводе означают удлиняющийся дом. Как вы видите, вот эти ячейки, они означают ячейку общества. Когда образуется новая семья, стена дома убирается и строится новая. Юлия Шигаева не выходит из образа даже во время интервью. Платье супруги викинга, рассказывая девушка, она делала сама. За достоверность ручается, ведь проштудировала не одну историческую книгу. Так как здесь проходил янтарный путь, мы делали украшения из янтаря. А для того, чтобы сделать украшения, в янтаре нужно было сделать дырку вот таким сверлильным станком. В теплую погоду Лангихус сохранял прохладу. А в прохладную мы разводили костры прямо посередине. Эти камни держали тепло до двух суток. Так мы и согревались. Но еще мы здесь и готовили. Это были наши сковороды. В основном мясо, то есть делали стейки. Ну и воспитывали наших мужчин. Кстати о мужчинах. Игровой супруг Юлия Ярл Олаф, он же Евгений, тем временем проводит экскурсию по остальным достопримечательностям деревни. Здесь вам и так называемое лобное место, и кузница, и арсенал. И также, не выходя из образа, викинг раскрывает военные секреты древних норманов. Битву мы выигрывали не числом, а именно нашей головой. Но вы не думаете, что мы разбойники такие? Племенной вождь скандинавских мореходов выглядит весьма колоритным. Чего только стоит 13-килограммовая кольчуга с мечом и топором наперевес. Оружие современное, но варяги могли сделать его себе и сами. Здесь мы делаем такие вот застежки, которые служат нам как пуговицы, ведь пуговицы у нас раньше не было. Также мы сделаем здесь крючки для рыболовных снастей и многое другое. А этот щит использовался еще и как страшное оружие. Кстати, здесь вы сможете не только познакомиться со всеми этими предметами, но и примерить на себя один из образов древних викингов. Ну а теперь я, как настоящая супруга викинга, просто не могу не научиться стрелять из самострела. Возможность пострелять из механического лука в этот день предоставилась всем желающим. А совсем скоро, хвастаются сотрудники косы, туристы смогут поплавать по Курскому заливу на самом настоящем дракаре. Так сегодня принято называть деревянный корабль викингов. Светлана Федорова, Михаил Эльбаум, служба новостей город. Трюки без страховки, поздравления из космоса. Это и многое другое. В подборке фото и видео из социальных сетей от Павла Ярковича. Всем привет! Друзья, ну сегодня же пятница, что вы такие грустные сидите? А ну-ка встаем и начинаем танцевать, как этот малыш. Он такой милый. А давайте я потанцую вместе с ним. Но все дети вырастают и, конечно же, идут в школу. А потом наступает самый страшный момент в их жизни. Егэ. И всем школьникам нужна поддержка. Например, из космоса. Приветствуем российских выпускников. В ближайшее время вам предстоят экзамены. Это, наверное, как выход в космос после серьезной предполетной подготовки. Вот это действительно космическое пожелание. Школьники и космонавты похожи. После сдачи ЕГЭ они находятся в подвешенном состоянии. А некоторые школьники после ЕГЭ могут удариться в спорт. А точнее, в такое направление, как паркур. Кстати, уважаемые телезрители, не пытайтесь повторить эти трюки без подготовки. А то может случиться и такое. Помимо паркура в нашей области развиваются и другие экстремальные виды спорта. Хоть в Балтийском море и небольшие волны, есть в Калининграде серферы. Эх, этих ребят вдвойные экстремалы. Мало того, что на доске могут устоять, так еще и в море искупаться в мае. Вы смотрели социальные сети. Заходите к нам в группу ВКонтакте, участвуйте в конкурсах и розыгрышах. Делитесь своими фото и видео с хэштегами Калининград и Первый городской канал. С вами был Павел Яркович. Увидимся на следующей неделе. Партнер рубрики «Социальные сети», интернет-портал недвижимости «Домовой39.ру». Рабочая неделя подошла к концу. Разве не повод для радости? Калининградцы делятся своими хорошими новостями. Партнер рубрики «Хорошие новости» компания «Кюнингдорс». Хорошая погода. Сыну исполнилось два года. Отмечать будем завтра. Ждем родственников в гости. Сейчас только что химию сдал на хорошую оценку. Сын здоровый, красиво сделал предложение девушке. Самая счастливая новость для него. Ну и для нас, конечно же. Все время хорошее. Внуки растут, дети радуют. Прекрасная погода для меня – это прекрасные новости. Начинается сессия, для меня это прекрасные новости. Я имею в виду как преподаватель. Хорошие новости. Ну, то, что внучка закончила школу хорошо. То, что она заняла второе место в конкурсе певцов. Я скоро уезжаю в отпуск. И у меня начались каникулы. Ну, то, что я буду отдыхать и читать книжки. Центробанк установил курсы валют на выходные. Подробности далее. Партнер рубрики «Курсы валют» магазины финской одежды «Лухта» и «Сампа». Синоптики пообещали Калининграду и области ухудшения погоды. Сбудутся ли прогнозы уже в эти выходные, знает наша ведущая Александра Дмитренко. Спонсор прогноза погоды – компания «Оконный континент». Здравствуйте. Начало недели было по-настоящему жарким. А вот под конец в область пришли тучки. Синоптики даже обещали грозу. Но прогнозу не суждено было сбыться. Какими будут последние выходные мая, расскажем далее. Завтра днем в Калининграде пасмурно, небольшой дождь, но зато тепло плюс 21. Вечером обещают ясную погоду и без осадков. Но столбик термометра опустится до плюс 19. Хороших вам выходных! Спонсор прогноза погоды – компания «Оконный континент». Если вы стали свидетелем интересных событий или засняли их на фото или видеокамеру, то звоните к нам в редакцию по телефону 555-085. Также напоминаю, что все новости дублируются в нашей официальной группе ВКонтакте. Это все, о чем успели рассказать вам к этому часу. В студии была Вероника Сухачева. Я с вами прощаюсь. Ну а как будут развиваться события дальше, покажет служба новостей «Город». Всего вам доброго и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова